Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. Студия Елена Марданшина. Смотрите сегодня в нашей программе. Бизнес-план для самозанятых. Студенты в Альметьевске всерьез задумались о собственном деле. Мы выберем именно идею с детьми, которую они хотят сделать себе в жизни. Вообще, что они хотят сделать? Татарща-диктант. 2000 альметьевцев писали диктант на татарском языке. Это самосохранение татарского языка. Большие гонки маленьких авто. Глядя на них, не подумаешь, что болиды на трассе самодельные. На соревнованиях в Альметьевске лучшие гонщики со всей республики. Это мини-формула-1. В Альметьевске сегодня честовали тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В районе работают 80 сельскохозяйственных предприятий. В сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности трудятся около 1300 альметьевцев. Это хлеборобы, животноводы, агрономы, механизаторы, руководители сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. С профессиональным праздником их поздравил глава района Тимур Нагуманов. Он отметил, что уборочная кампания этого года была непростой. Это была действительно настоящая битва за урожай. Очень многим пришлось очень серьезно поработать. В целом, по отрасли, если говорить, мы с вами немножко перешагнули результаты прошлого года. У нас 95 тысяч тонн. В прошлом году было 94 тысячи тонн. Лучшие работники получили благодарственные письма и грамоты. Также был объявлен победитель в области растеневодства и урожайности зерновых и зернобобовых культур. Им стал коллектив общества с ограниченной ответственностью Кичичат. К другой теме. Самозанятых в Татарстане стало больше. На сегодняшний день в республике их 37 тысяч, а в Альметьевском районе около 1700 человек. Пополнилось их количество благодаря альметьевским студентам. Представители Центра поддержки самозанятых помогли не только составить бизнес-план, но и зарегистрироваться в приложении «Мой налог». Для меня самозанятые – это возможность проявить себя. В Центре занятости собрались полторы сотни студентов из четырех колледжей города – профессионального, физкультурного, музыкального и медицинского. Здесь они для того, чтобы разработать проект своего дела с нуля. А любое дело всегда начинается с идеи. Мы выберем именно идею с детьми, которую они хотят сделать себе в жизни. Вообще, что они хотят сделать. И пройдем все этапы до реализации. И покажем, например, их на живых. Но все зависит от идеи, какую они выберут. Самый оптимальный вариант – не пытаться создать крупную компанию, а организовать маленький бизнес, например, в сфере товаров и услуг. Ведь кроме основной профессии у многих есть хобби, на которых можно заработать. Например, графический дизайн, рисование, маникюр или кулинария. Первый же опрос в зале показал, что многие подрабатывают уже сейчас. В нашей профессии можно заняться своим делом. Например, ходить по мероприятиям или же организовывать какое-то дело, где будешь либо сам проводить, либо играть. Неважно, это детские мероприятия, юбилеи или свадьбы. Очень здорово, все правильно, все объяснили. Что-то, когда же помогли зарегистрироваться. Надеюсь, они в дальнейшем тоже будут где-то в чем-то помогать. А чтобы потенциальным и начинающим предпринимателям было легче, специалисты центра помогли им зарегистрироваться в приложении «Мой налог». На сегодняшний день в республике в качестве самозанятых зарегистрировались 37 тысяч человек. В Альметьевском районе их более 1600. Альметьевскому государственному нефтяновому институту исполнилось 63 года. За все это время его окончили почти 20 тысяч человек. День рождения вуза выпускники, преподаватели и студенты отметили вместе. Праздник примечателен еще и одним важным для института событием – открытием клуба выпускников. Подробности в сюжете. Флипчарт с пожеланиями выпускникам и родному институту быстро заполняется трогательными надписями. А давно окончившие вуз одногруппники делают совместное фото на память. Для большой встречи выпускников повод особый – день рождения огни. А сегодня у нас день рождения. Мы поздравляем свой институт. Желаем ему в дальнейшем процветания такого же, как сейчас. За все время институт выпустил 19 904 специалиста. Они работают в более чем 400 организациях нефтяной и газовой отрасли в России и по всему миру. Сейчас в вузе обучается 2170 студентов и аспирантов. Работают 146 преподавателей. Среди них более 40% – выпускники огни. Впереди у института масштабная цель – становление огни как высшей нефтяной школы. Планируется строительство нового, самого современного в России кампуса для студентов. Кампус содержит проекты документации, учебный корпус, лабораторный корпус и вообще спортивные сооружения. В огни в этом году поступило 433 студента. Большую роль в привлечении учащихся играет Татнефть, для которой институт является основной кузницей кадров. Когда мы говорим огни и лучший вуз страны и мира, высшая нефтяная школа, конечно, мы должны всячески поддерживать и гордиться нынешними студентами. Первокурсникам с высокими баллами ЕГЭ выплачивается повышенная стипендия. В этом году ее получают 69 человек. Это колоссальная поддержка для меня, большая помощь. На эти деньги, сами понимаете, что можно себе многое что позволить. 63-й день рождения войдет в историю института. В этот день открылся клуб выпускников огни. Теперь бывшие студенты никогда не потеряют связь после окончания вуза. А дружеские встречи будут проводиться гораздо чаще. Татьяна Леонтьева, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ. В Альметьевске сбили девочку-подростка на зебре. Все произошло 21 октября в 16 часов 40 минут напротив дома номер 1В по улице Ленина. Водитель автомобиля «Богдан-2110» двигался со стороны улицы Маяковского в направлении Фахреддина. По предварительным данным, он не предоставил преимущества и избил 15-летнего пешехода. Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшая доставлена в приемный покой медсанчасти. Ей назначено амбулаторное лечение. Сегодня автоинспекторы в ходе спецоперации проверяли пассажирский транспорт. Экипажи ДПС час дежурили на Кульшариповском кольце. За время рейда проверили 10 автобусов. У двоих нашли нарушение. Одна автомашина была с нечитаемыми госномерами. Во втором случае водитель использовал мобильный телефон за рулем. Особое внимание было обращено на закон осуществления перевозок пассажиров, на наличие у водителя документов, необходимых для участия в дорожном движении, на организацию предрейсового медицинского осмотра водителей и проверки технического состояния автобусов, наличие и исправность тахографа, прохождение технического осмотра. Это еще не все новости. Смотрите далее в программе. Татарща диктант. 2000 альмитевцев писали диктант на татарском языке. Большие гонки маленьких авто. Глядя на них, не подумаешь, что болиды на трассе самодельные. На соревнованиях в Альмитевске лучшие гонщики со всей республики. 19 октября во всем мире прошла образовательная акция «Татарща диктант». В этот день более 2000 альмитевцев проверили знания родного языка. В городе акция прошла на нескольких площадках. В школах, институтах и техникумах, а также в центральной мечети. В библиотеке имени Сажиды Сулеймановой побывала наша съемочная группа. Альмитевск присоединился к образовательной акции по проверке грамотности на татарском языке. Проверить свои знания в центральную библиотеку пришли более 20 человек в возрасте от 9 до 79 лет. Участники образовательной акции писали отрывок из текста татарского поэта Роберта Минулина «Мин, Кулама, Китап, Алам». В нем говорится о грамотности татарского народа и бережном отношении к творческому наследию. В этом году текст зачитывала заслуженная артистка республики Мадина Гайнулина. Вот такого рода акции, образовательные акции, я думаю, это самосохранение татарского языка. Это прекрасно, что такие акции существуют. Я хочу продолжения, чтобы это всегда было. И очень рада, что народ приходит, народ ходит, народ пишет, народ любит свой родной язык. Для участия в татарском диктанте не было никаких ограничений ни по возрасту, ни по уровню образования, ни по национальности. Время на написание – 60 минут. Обстановка почти как на уроке, но за партами в основном взрослые люди – те, кто давно окончил школу. Именно татарский диктант объединяет тех людей, кто хочет больше знать свой язык родной, больше хочет узнать о своей родине и может больше получить от того, что он знает родной язык. Самому старшему участнику акции Равилю Закирову 79 лет. Татарский язык он знает на отлично, поэтому нисколько не сомневается в том, что со своей задачей он справился. Я потому что с молодых лет на татарском учился. Я свою, я за него отлично знаю. Я за нее болею. Проверить свои силы на диктант пришел и журналист Ирик Бодриддинов. За свою жизнь ему приходилось переводить и писать немало текстов на татарском и русском языках. Этот диктант может в какой-то мере послужить толчком для сохранения нашего языка, для его судьбы. Так, а в себе я, конечно, не сомневаюсь, все-таки, что, наверное, не совсем все забыто. Наравне с другими участниками диктант писал и девятилетний Алтенбай Гарифуллин. Вместе с мамой они закончили курсы изучения татарского языка, а в этот день решили проверить свои знания. Чтобы не забыть о татарском языке, я пришел сюда, с мамой, чтобы участвовать в этой акции. Потому что это самое главное. И нельзя забывать свой родной язык. К участию в образовательной акции присоединилось более двух тысяч альметьевцев. Узнать результаты можно будет в ближайшие две недели на сайте Татарща диктант 2019. Ангелина Хабибулина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ. И о спорте. Альметьевские борцы привезли награды с соревнований по греко-римской борьбе. Турнир проходил с 18 по 20 октября в городе Чайковском Пермского края. Альметьевск представили четыре спортсмена. Они завоевали три золотые и одну бронзовую медали. И такой же комплект наград привезли представители спортивной школы Олимпийского резерва из Саратовской области. В Ангелесе прошел межрегиональный турнир по греко-римской борьбе среди юношей 2005 и 2007 годов рождения. Альметьевцы завоевали три золотые и одну бронзовую награды. Всего за победу боролись свыше 130 спортсменов из Пензы, Ульяновска, Новокузнецка, Астрахани, Саратова и Республики Татарстан. Модели спортивных автомобилей на огромных скоростях и настоящий адреналин. Автомоделисты со всей республики соревновались за звание самого быстрого. Первый этап открытых республиканских соревнований по автомодельному спорту в категории радиоуправляемые модели прошел в школе номер 4. На старт вышло 30 участников в возрасте от 7 до 17 лет. За большими гонками маленьких машин наблюдала наша съемочная группа. На вид простые игрушки, но на гоночной трассе все по-настоящему. А ребята хоть и не сидят за рулем автомобиля, но мастерством обладают не меньшим, чем профессиональные гонщики. Чтобы привести к победе свой мини-болид, юным спортсменам необходимо полностью разбираться в его устройстве. Это довольно-таки сложный процесс и увлекательный. Это, как я говорю, мое мнение, это мини-формула-1. Только управляются не внутри машины, а ребята управляют руками при помощи передатчиков. На эти соревнования приехали 30 ребят из 6 городов и районов республики. Это и начинающие спортсмены, и опытные гонщики, у которых есть чему поучиться. Я решил заниматься автомоделированием, потому что, на мой взгляд, это наиболее важное хобби, которое может пригодиться мне в будущем. Денис Евсиков – студент политехнического техникума. Автомоделированием занимается 8 лет. Участие в соревнованиях для него – это отличный повод усовершенствовать свои способности и показать хорошие результаты. Я пришел заниматься в возрасте 10 лет, как меня привел мой младший брат. Просто посмотреть сначала, в итоге я здесь остался, можно сказать, навсегда. Любовь к скорости уже с детской. Порядка шести раз становился чемпионом Татарстана, призер и чемпионом российских соревнований. Это первый этап республиканских соревнований. Он определил лучшего гонщика в личном зачете. Состязания по автомоделированию продлятся до февраля следующего года. По их итогам будет сформирована сборная республики для выступления на всероссийском турнире. Ангелина Хабибулина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ. И расскажем о погоде в завершении выпуска. 23 октября в Альметьевске сохранится облачная погода. Ночью и утром на город опустится туман. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 3 градуса, днем плюс 10. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Атмосферное давление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова